Ливень, прошлым летом обрушившийся на Анапу, был сильнейшим за последние несколько десятков лет. Не припоминают таких дождей сельские старожилы. Жителям виноградного стихия доставила массу проблем – подтопила большую часть дворов. Во время ликвидации последствий мэр Анапы Василий Швец поставил задачу немедленно начать масштабную работу по расчистке существующих и строительству новых водоотводных каналов. Специалисты определили места трёх проколов под федеральной, краевой и муниципальной трассами. Все эти согласования с краевыми федеральными ведомствами прошли в кратчайшие сроки. Дальше практически круглосуточная работа на объектах, и вот на двух участках работы уже завершены. Это такой один из основных проектов, который был переходящим в 2021-2022 год, который, опять же, позволит нам полностью не допустить дальнейшего подтопления земельных участков в посёлке Виноградном. Также у нас ведутся работы в Витязево. Там строится водоотводной канал, работы ведут в активной фазе, но мы их продолжаем, так как объём очень большой. Сейчас мы сделали прокол под Южным проспектом с выходом на улицу Мирную и дальнейшим отвод ливневых стоков в Лиман. Большая часть работ уже завершена. Дорожники выполняют прокол под краевой дорогой, чтобы положить трубы, по которым будет отводиться вода, а также благоустроить территорию. По плану, сеть каналов будет работать в единой системе, забирать потоки, исходящие из ближайших виноградников, и уводить их за пределы сельского округа. Этот прокол сделан для того, чтобы в случае даже таких же будет, если осадки, то есть тот объём воды этот канал заберёт. Уже этот объём туда не пойдёт в посёлок. То есть таких подтопляемых территорий в таком уровне уже не будет. Поэтому это хорошее дело сделать. Спасибо Василию Александровичу, спасибо поддержку краевым властям. Это как бы мы на долгие годы сохранили. Если мы будем сейчас его поддерживать, постоянно, периодически его прочищать, то угрозы потопления виноградом не будет. Прокол под краевой трассой планируется завершить до конца недели, если погода не внесёт корректировки в график. Впрочем, даже в этом случае они будут незначительными. Специалисты работают на объекте круглосуточно. Никитобойка, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.